Здравствуйте, уважаемые подписчики, балаковцы, избиратели будущие. Постараюсь это видео записать покороче, потому что вы в своих комментариях под прошлым видео писали, что слишком я долго все это размусоливаю, но будем делать короче. Суть в чем, в прошлом ролике я говорил о том, что Наталья Леонидовна Караман, тоже кандидат в депутаты Государственной Думы от партии Яблоко, я пришел к выводу, не являйтесь самостоятельным кандидатом, потому что на ее разбирательный счет от коммерческой фирмы ООО ПИК были поступления денежных средств. Ну и соответственно я сделал тогда вывод, что кто платит, то соответственно музыку и заказывает. В прошлую пятницу у нас состоялся телефонный разговор с Натальей Леонидовной, она была инициатором этого разговора, позвонила мне, мы были на съемках, ну уделил время, мы с ней поговорили, начали за здравие, закончили за упокой. Наталья Леонидовна, она такая импульсивная женщина, в конце разговора сорвалась, назвала меня тупым, самым вообще тупым, которым вообще человеком на земле. Ну ее субъективная оценка пусть таковой останется. Ей не понравились мои доводы, в чем они заключались. Да, она в самом разговоре подтвердила о том, что знает эту организацию порядка семи лет, они сотрудничают с ООПИК непосредственно с самим директором, и вот он в знак уважения и долгой плодотворной дружбе перечислил деньги на ее избирательный счет. Я в любом случае остаюсь при своем мнении, что она не права в этой ситуации. Я ей тогда ответил, что понятно мне стало, вернее, что я это озвучил в разговоре, почему она не появлялась ни на одном из общественных контролей сделанных работ этой организации. В предыдущие годы, вы знаете, мы много материалов этому уделяли, критиковали данную организацию за некачественные виды выполненных работ. Но Наталья Леонидовна, как правозащитница, там, к сожалению, ни на одном из объектов никогда я не видел. Ну вот теперь понятно, почему я ее там никогда не видел. И, наверное, слово правозащитница я больше к ней употреблять не буду, потому что, ну, человек, если уж называть правозащитником, то защищай права граждан, балаковцев. А тут избрана и какая-то избирательная часть идет. То есть, там, в дорожном строительстве она теперь не может защищать права граждан, а вот там, во всех остальных сферах, и то не всех, наверное, будет защищать. В итоге считаю, что она не правозащитница, а просто партнер некоторых коммерческих организаций. Люди, наверное, ей нужны для того, чтобы это партнерство крепло. Если я в чем-то не прав, пусть Наталья Леонидовна здесь вот в комментарии об этом напишет. Так еще недавно тоже был случай в телеграм-каналах, и она сейчас уже опубликовала на данный момент статью, что осуществляла там деятельность по замеру контейнеров, ТКО, нормативов. Да, дело полезное, мы тоже об этом неоднократно тоже в наше издание писала. Действительно, да, для людей нужно пересчитать нормативы и все прочее. Но здесь учесть нужно, что сейчас Наталья Леонидовна сложила полномочия, временно приостановила, насколько я знаю, в общественной палате Саратовской области. И такая деятельность, она, ну, от лица кого ведется? Ну, пусть ведется даже Наталья Леонидовна. Но проблема была в том, что ездила-то она весь день на муниципальном транспорте. То есть она каталась на автомобиле «Соната-3-двойки», и есть фотографии в социальных сетях, в телеграм-каналах. Ей муниципалитет предоставил транспорт. Каким образом, я не знаю, но думаю, что если бы, например, приехал Бондаренко и попросил транспорт, то ему бы не предоставили выводы, делайте сами. Я думаю, что тут без администрации решение администрации не обошлось, а значит, все просто, Наталья Леонидовна близка к нашей районной администрации, которая вся поголовно стоит из-за единороссов. Переходя к оппозиции, что у нас сложилось к итогам выборов? Ведущая тройка, да, это вот даже газета «Суть» на своем, ну не газета, а сайт «Суть» опубликовали в своем паблике ВК голосование, за кого вы там проголосовали. И вот тройка лидеров определилась. Это был Николай Панков, Наталья Караман и Есипов от партии КПРФ. Вот, грубо говоря, об этих трех людях можно и говорить. Ну, кроме, конечно, Николая Панкова, потому что он не оппозиция самому себе. То есть, что нам дали, какой выбор, да? По Наталье Леонидовне я вывод сделал. Никаких, как бы, оппозиционных, я думаю, там настроений и вовсе нет. Это просто марионетка Сарумана. И теперь по КПРФ. Что такое КПРФ? КПРФ – это, ну, партия, которая с Единой России вот так вот идут бок о бок уже очень давно, любят друг друга, танцуют друг к дружку, а деньги в кружку. Из всей плеяды политиков КПРФ, конечно, выбивается наш земляк Николай Бондаренко. Но о нем чуть попозже. Так вот, что в итоге произошло, да? У нас по Балаковскому округу идет столб. Столб такой от партии Единой России, могучий, да, Николай Панков. И против него ставит, значит, ну, или он сам ставит, я, честно, не знаю, то есть Наталью Леонидовну. И от партии КПРФ вообще не ставит серьезного игрока, чтобы он составил конкуренцию, ставит ЕСПУ. А кто у нас такой ЕСПУ? Давайте вспомним, это наш земляк, да? Вы его вообще помните, видели когда-нибудь? Он за, вот, там, четырехлетний срок, будучи депутатом областной думы, он хоть раз появился здесь с людьми, встретился. Хоть раз какие-то проблемы разобрал. Самый тишайший, мне кажется, областной депутат, один из тишайших. Единственное, что он делает, и когда открывает звуковую, как бы звуки какие-то произносит, это сзади выступает саппортом Николая Бондаренко. Кричит, какой он хороший, честный, то есть, ну, то есть, мини-мы какой-то, миньон. Вот. Для чего его сюда выставили? Ну, понятно, слабая кандидатура. Если от Единой России, как бы там к ней не относиться, и там даже говоришь, вот они, там, тротуары, дороги, мосты, переходы, завалили деньгами в выборный год, сделали тут все благоустройство, так Панков ездит, встречается с людьми, общается с ними. То есть, эти встречи регулярны, то есть, он вообще из Балаковского района практически не вылазит, понимает, что это один из мощных районов, и здесь такое протестное голосование, и он с этим работает. А вот оппозиционер Есипов, он вообще за все это время не встретился ни разу с людьми. Как их можно сравнивать? Как они создадут друг другу конкуренцию? Каким образом это произойдет? То есть, это нам создают такой выбор, совершеннейшую пустышку. А чем он отличился? Работал когда-то директором стадиона Труд, обещал там что-то какие-то деревья попилить, в итоге не попилил, странная там ситуация была, ну, те, кто в курсе, знают, могут написать об этом. Все, соскочил, и вот за такой оппозиционеров нам предлагают, как бы, голосовать, да, вот это должно быть равносильно топовым игрокам. О каком социальном, у него помещении, у него были там магазины, то есть, он просто коммерсант, обычный коммерс. Каким образом он там в оппозиционеры записался, я не понимаю. Встречали, что у вас зарплата 100 тысяч рублей. Вы можете озвучить, какая у вас зарплата? У кого? У вас зарплата. Да, какая у вас зарплата в областной доме? Они кричали, что у вас 100 тысяч рублей. Значит, зарплата, на самом деле, у депутатов областной... Ваша личная зарплата? Моя личная зарплата чуть меньше 100 тысяч рублей. Я точно не могу сказать, больше 90, но меньше 100. Видео сейчас видели? Прекрасно. Вспомните его второй зашквар. Как они собираются управлять страной, или там, если надежды ставить, что он куда-то пройдет. Давайте вспомним, прокуратура их привлекала, вот здесь сейчас будет. О том, что он свою жену взял помощником депутата. На 75 тысяч зарплаты. Он сотку получает, и она 75. У него что, жена там, в семипяде балбует? Да это первый запрет. Нельзя родственниками работать. Нельзя брать, особенно в политике. Ну, это просто неэтично, неправильно. А зачем? Лучше в свою семью 175. Это лучше, чем 100. Вот вам коммунист. Сидит он в облдуме. 175. У кого из вас зарплата такая есть? И вы хотите сказать, что он у вас будет ваш интерес, что ли, отражать? Потому что он вас понимает. Да нифига он вас не понимает. Он от вас оторвался, так же, как вся верхушка этого ЦК КПСС в свое время, допустившая все эти путчи. Потому что их постарело правительство. Оторвались от людей все эти коммунисты. Настолько оторвались, что в итоге вот вам демократия с Ельцином пришла. Это они страну профуфырили. А теперь там пытаются эти флаги поднять. И вот на этой почве интересно провести опрос. А вообще, вот не партию КПРФ, а самого Есипова. Балаковцы знают. Просто наслышаны. Или они видели, с ним встречались. Он помогал там в решении каких-то проблем. Вот то, что он сейчас делает, я вижу. То есть он написал там заявление, что-то на водоканал. В итоге пытается приостановить стройку второй очереди моста на братьев Захаровых. Не думаю, что хоть один автомобилист города Балакова будет против строительства второй очереди по братьев Захаровых. Да все только рады этому. Быстрее вы, быстрее, быстрее все сделали. Так нет, надо и здесь умудриться насрать. Остановить эту стройку. Зачем писать? О, там, это вы предвыборкой меряетесь. А людям-то хуже от этого будет. Людям все равно, кто привез этот, там, постройку моста второй очереди, там. Да больше бы было, да, парков, тротуаров, скейтпарков, там, и так далее. А уж за кого они будут голосовать, это их выбор в кабинке. Это их совершеннейший выбор. Но останавливать такие объекты для того, чтобы люди не получили инфраструктуру, ну, это глупо. Вот. Вот чем занимается деструктивом у нас есть. Есипов появился раз в четыре года и написал какую-то жалобу остановить, и вы тут водоканал, что-то коммуникации не туда роете. Единственный раз, когда у нас депутат Есипов вот в последнее время засветился, это на страничке нашего местного коммуниста Дениса Ивановича Мамаева, они там сняли какое-то видео на ярмарке при вокзале. Как они стоят, раздают газетки, мимо них ходят бабушки, и причем одна бабушка там мимо шла, что-то им еще навтыкало в дорогу за их коммунизм там и все прочее. Ну, ты обрадай таким ресурсом, находясь во второй партии по величине, у вас огромный ресурс. Вы что же такой вал не создали, противодействие здесь? Ну, значит, я делаю вывод какой, что при всех этих ресурсах, возможностях, что есть, они просто играют, отторговались, отторговались с партией власти, с Единой Россией, они отторговались. А каким образом отторговались? Помните все эти прекрасно потуги, когда Володин вместе должен был там с Бондаренко на батл вызывал, давайте. Потом у них был партсъезд КПРФ, и они на нем решили, что они сделали. И они-то отторговали Бондаренко, и он больше чем уверен, что во всем этом в курсе. Зачем их лбами сталкивать? Пусть оба там идут. То есть они сдали заднюю, и на Балашовский район поставили Бондаренко. Там ему Единой Россией подкинуло Воробьеву, местного коммерсанта-строителя. И вот они там будут бодать. Да, конечно, это вообще другой вес. И у нас то же самое происходит. Да, а Бондаренко? Тот вообще, я раньше подписан был на его канал, смотрел. А потом, когда началась эта чехарда, я даже на президентских голосовал за Грудинина. Началась эта чехарда, когда они слили Грудинина, вся эта его партия. Ему вот интересно, самому Бондаренко удобно в этой партии находиться? Они его сливают, или он участвует в этих договорняках? Да он тоже, я вот смотрю, уже там берега попутал. Горлопан какой-то стал, превратился реально в горлопана. Если раньше там от него какой-то конструктив там шел, четкие мысли, он что делает? Орет там просто, телефон себя снимает в облдуме, срывает работу. В итоге вот его ролик выходил в Балашове. Ну и что, а что вы на меня кричите? Я не глухая. Но вы мне не даете слова сказать, но вы мне тоже не даете сказать. Да вы говорите без остановки пять минут уже. И всегда приходят засланцы-единоросы, всегда. Которые должны сказать, что все хорошо. Всегда приходят. Я просто интересно, я мимо шла вот. И про ютуб, и про добро. Я смотрю, я смотрю, я все-таки еще как-то тоже. А девушка, знаете, вы как единороссия относитесь? Я не партийная. Я никак не отношусь. Никак. Никак абсолютно. Ну у меня мама довольна. Нет, нет, я вас спросил. Нормально. Нормально, как все на реформу. Все, я не засланка. Я не засланка, да. Я обещаю реформу, это отлично. Какое у вас образование? Вы ничего не поняли? Два высших. Два высших? Вот и плохо. Дать вам еще два захода. Где вы работаете? Вы ничего не понимаете. В детском саду? А сколько вы зарабатываете? 33 тысячи. Для города это... Единая Россия. А, так вы муниципальный служащий. Ну так сразу бы сказали. Сразу бы сказали, меня Единая Россия уволит, если я не буду верещать здесь. Встречался он с жителями. Там две женщины было. Одна, ну видно, стоит с банкой кофе, женщина. Разговаривает с ним, пытается ему задавать вопросы вежливо. У человека два высших образования, как она сказала. Рядом мама ее возрастная стоит. Другая девушка, там, то ли в детском саду, она работает. Пытались с ним конструктивно говорить. Что он сделал? Он их заткнул, заорал, назвал их там единороссовскими засыльными. Как только там их не перекрикивал, ну, мужчина так должен как бы вести. А он депутат, он кандидат. А сейчас областной еще депутат. Даже если девчата там, пусть, даже если возьмем факт, что они действительно засыльны. Они дали слабину муниципальные работники. Там, или их действительно все это устраивает. Ну, устраивает их зарплата, там, место, все. Они точку зрения свою могли высказать? Ну, могли. Он с кем пойдет-то в итоге на выборы? Если он будет вот так вот кардинально делить людей за, против. Он что там, революции какой-то добивается? Или чего? Вы не с нами, значит, вы против нас. Это что за какая-то сегрегация такая? Он должен работать с любым электоратом. Даже если люди заблудились, дали слабину какую-то, это в будущем его электорат. Власть сменится когда-нибудь. Это произойдет. Придет новая кровь, молодые. Будет все это все равно. Исторически так произойдет. Это невозможно остановить этот процесс. Так он что, на этих людей забьет их? Он на них как будет с ними? Я говорю, вы за меня не голосовали, значит, вы люди второго сорта, что ли? Нет, работать надо со всеми. Ну, видите, он выбор вот такой сделал. Орал там, мне вот, честно говоря, это видео не понравилось. И как-то они там с Антоном в облдуме, там, он его бедняжку толкнул, там, Махат плачет по нему. Это старая вообще тема. Он просто уже актером стал. Переигрывает. Вот он просто в сериалах играть человеку. Хотя раньше вот для меня, ну, вот те, кто видит, люди в корень смотрят, я вижу, что он актер. Он играет. Заблудился уже, может быть, в этой роли там парня, который кричит, жилы надуваются, он там за правое дело. Нету такого черного и белого. Нету в жизни черного и белого. Я хороший, вы плохие. Че ты на бедных женщин там наехал? Ну, вот, как бы, что хотел сказать.